Здарова, это Шамсурин и в этом видео информация о том, что нужно сделать, чтобы твое первое свидание с девушкой не стало последним свиданием. Конечно, чаще всего приходит такая мысль, я ей не понравился, ей что-то не понравилось. Может быть и так, но понимаешь, если ты будешь думать так, то это неконструктивно. То есть нужно проанализировать, нужно уметь анализировать свои действия и для этого, нужно понимать, как все работает, как все устроено. Тогда в следующий раз есть возможность так не накосячить и, скажем так, получить желаемую, желанную женщину. И есть ряд важнейших непростительных косяков со стороны мужчины. В этом видео я поговорю о нескольких из них, наиболее сложных, потому что остальные, они по сути дела простые, их можно легко нейтрализовать и не совершать. И первая проблема, одна из самых основных, это причина номер один даже, почему девушки записывают мужчину в друзья, почему тебя перестают воспринимать, как мужчину самца, как мужчину для секса, как мужчину мужа, будущего там и так далее, отца детей. Ты не сближаешься, ты не трогаешься, ты не прикасаешься к девушке. То есть тебе мешает мысль о том, что ты боишься все испортить. Потому что социальное программирование, все остальное, все, что у тебя есть в голове, оно настолько тебя в этом плане зажало в определенной рамке, что когда ты хочешь проявить свои сексуальные желания, когда ты хочешь проявить свои естественные, нормальные мужские потребности, ну как бы удовлетворить их, то есть говорить, я хочу это сделать с тобой, ты очень сильно боишься, потому что общество так завернуло и девушки так завернули, что секс это якобы плохо, что ни в коем случае, что вы все мужчины такие-сякие, одинаковые, вам всем одно и то же нужно. То есть тебя пытаются в этом обвинить и ты на это ведешься, ты в это веришь. И девушки, конечно же, всегда будут тебе это говорить, там ты зачем торопишься при даже при том случае, что ты делаешь какие-то попытки. Ты должен понимать, что такая игра. То есть она должна от природы это говорить. Но это будет странная женщина, которая говорит тебе, ну да, конечно, окей, хочешь еще вот здесь потрогать, а хочешь здесь потрогать. И есть даже такое выражение, что если женщина говорит нет, она имеет в виду я не знаю. Если женщина говорит я не знаю, она имеет в виду да. Если женщина говорит да, то это как бы странная женщина либо какая-то легко доступная и так далее. Итак, смотри, тебе мешает психологически какой-то барьер, как только ты хочешь ее поцеловать или хочешь потрогать, особенно если ты до этого это попробовал сделать, а она говорит не нужно торопиться, тебе очень сильно мешает какой-то психологический барьер. И в этом и сложность, что он не технического плана, он именно психологического плана. Что нужно сделать? Нужно осознать, во-первых, у тебя уже был опыт того, что ты терял девушек, которые тебе нравились, и ты терял их в основном, скорее всего, из-за того, что ты к ним не прикасался, ты не пытался проявить себя как мужчина, не пытался сблизиться. И тут надо четко понимать, что если ты не будешь этого делать, она сто процентов сольется, то есть все, с этой женщиной ничего не получится спустя какое-то количество встреч и свиданий, может быть даже первой. Если ты попытаешься проявить свою какую-то сексуальность, свои естественные нормальные мужские желания, тогда есть какой-то шанс, причем не маленький, 50 на 50, что у тебя получится их реализовать. Тем более есть, конечно же, правило трех нет, так называемое, там олдскульное, пикаперское, еще то, когда ты как бы делаешь какой-то шаг вперед, попытку сблизиться, она говорит нет, ты делаешь шаг назад, через время снова шаг вперед, и так до трех раз, и ты видишь, что для женщины важно выдержать вот этот момент, когда она говорит нет, я не такая, но через какое-то время она начинает тебя подпускать туда, куда чуть раньше еще не допускал. Поэтому ключевое внуши себе, объясни себе, не знаю, сквозь страх, сквозь вот это все, то есть обязательно сделай и рискни, то есть скажи себе, я хочу с ней сблизиться, я не хочу ее потерять. И самое парадоксальное для многих, да, что как только ты будешь пытаться с ней сближаться, вопреки тому, что она говорит, ты что такой наглый, ты что такой охреневший, ты что меня трогаешь, ты куда торопишься, она все равно будет с тобой с удовольствием дальше продолжать общаться. Поэтому, если ты сделаешь, то у тебя есть шанс как минимум 50 на 50, если ты не сделаешь, у тебя есть шанс стопроцентный, что с этой женщиной дальше ничего не получится. И если ты говоришь, что нужно подождать, подожди, ты можешь продолжать с ней общаться, но она тебе скажет, мы теперь просто друзья, и собственно говоря, какая разница, что у тебя что-то с ней не получилось, либо она ходит рядом с тобой, но у тебя нет возможности с ней сблизиться, потому что она тебя поставила в статус друзей. Вторая проблема, одна из самых распространенных, то есть мужчины постоянно ждут сигнала какого-то к действию, то есть она также касается этого сближения или каких-то инициатив с твоей стороны, то есть ты постоянно ожидаешь того, что девушка включит какой-то зеленый сигнал светофора, помашет флажком и намекнет тебе на то, что типа тебе неплохо бы проявить инициативу. Что делать в этом случае? Перестань ждать каких-то сигналов к действию. Действуй без ожидания этих сигналов, это сильно улучшит качество твоих встреч и свиданий, потому что по сути дела ты должен включать логику. Женщина, как и мужчина, делает свои шаги к сближению. Мужчина с одной стороны на встречу, женщина с другой стороны на встречу, но так уж сложилось в мире, да, что женские шаги они будут сильно отличаться. Это либо какие-то тонкие намеки, либо сам факт, что женщина приходит на встречу с тобой, сам факт, что она не убегает сломя голову, не говорит, не трогай меня, боже, что происходит, зачем я сюда пришла. И ты должен просто включить логику, если она все еще здесь, это самый главный зеленый сигнал для тебя, для того, чтобы ты действовал и сближался. И прежде чем я продолжу, не надо ничего ждать, да, ты мужчина, ты всегда должен проявлять инициативу. Поэтому сейчас тебе нужно проявить инициативу в ту сторону, чтобы научиться эффективно проводить свидание. В моем онлайн интенсиве, который стартует совсем скоро, с 5 по 8 октября, 4 дня подряд, 4 вечера, я буду рассказывать тебе контент на определенную отдельную тему. Там есть блог, посвященный тому, как проводить эффективное свидание, как сделать ваше свидание максимально эффективным и как повысить выхлоп оттуда. То есть это 4 вечера подряд, ты можешь забронировать себе место, либо купить запись этого интенсива, потому что запись будет дана каждому участнику. Можешь взять какой-то отдельно выбранный тобой модуль, а можешь взять полностью весь интенсив и это будет очень круто. Темы такие, как выйти из френдзоны, онлайн общение и переписка, как проводить эффективные классные свидания и как выбирать себе женщину для отношений. То есть эти темы принципиально важны для каждого мужчины. Здесь внизу под этим видео ты можешь узнать все подробности и забронировать себе место. А мы переходим к следующим моментам. Третье. Вы не проводите свидание в контексте мужчина-женщина. Чаще всего ваше свидание с женщиной, они начинаются с контекста как бы друг-друг, там не знаю, очень социально. В этом и есть косяк. У вас есть какое-то ощущение, что нужно сначала подружиться, сначала узнать друг друга, сначала сблизиться, а потом уже начать сближаться физически. Это большая ошибка, потому что когда ты не проявляешь свои сексуальные, естественно, нормальные мужские желания в сторону конкретной женщины, выбранной тобой, она начинает воспринимать тебя просто как друга, как какого-то социального общающегося с ней мужичка. И соответственно, для того, чтобы женщина воспринимала тебя правильно, ключевое, что тебе нужно делать на свиданиях, кроме того, чтобы прикасаться к ним, второе ключевое, это флиртовать правильно, своевременно, научиться этому и так далее. То есть флирт, это очень крутая штука, как бы это способность говорить о сексе, способность говорить о своих естественных желаниях, при этом не складывая ответственность на женщину, то есть не обвиняя ее в том, что она себя как-то сексуально ведет, и при этом тонко и завуалирована, и каждый должен этому научиться. И в своем онлайн интенсиве, в модуле про свидание, я обязательно тебя этому научу. Ты поймешь, что это легко. Нужно будет чуть-чуть немножечко смелости и чуть-чуть немножечко включить голову, там есть свои нюансы. И четвертый момент, это ошибка мужчин, то есть они верят в то, что женщина им говорит. То есть еще раз, все практически об одном и том же, не надо концентрироваться на ее словах, смотри за ее действиями, смотри за фактами. Да, конечно же, девушка может быть действительно недотрогать, может быть какая-то там очень так ортодоксально воспитанная, очень порядочная, очень какая-то вот такая неприступная, потому что для нее это важно. Такие девушки попадаются, безусловно, они есть, и это очень круто. То есть не все женщины готовы на первом свидании там на тебя нападать, раздвигать ноги и так далее, но очень многие готовы на многое, на большее, чем ты с ними делаешь, просто ты с ними этого себе не разрешаешь. Но даже если девушка такая, если действительно ты ее так воспринимаешь, такой образ она у тебя в голове создала, и ты реально не хочешь торопиться. Не хочешь торопиться, это когда у тебя нет проблем заняться сексом с любой женщиной, а тут ты осознанно выбрал не торопиться. Не обманываешь себя, что ты бы не знал, как сблизиться, поэтому говоришь, я просто не хотел торопиться. Нет, ты просто не знал, как сблизиться. Если действительно Если не хочешь торопиться, все равно даже с такой девушкой, хотя такие девушки это большая редкость в наше время, ты обязан демонстрировать некий флирт, некие какие-то свои сексуальные проявления. То есть ты должен показывать ей, в каком ключе ты планируешь с ней общаться, как ты ее рассматриваешь. Потому что если ты будешь просто общаться как друг, она тоже на каком-то физическом уровне утеряет тебе интерес. Как это сделать в таком случае? Да, может быть не надо сразу куда-то засовывать руки, но ты должен ее где-то приобнять, где-то там ее взять за ручку, где-то может быть понюхать, как она пахнет. То есть такой тонкий какой-то кинестетический момент. Но в любом случае я считаю, или говорить о сексе, о том, что слушай, я вот вообще собираюсь, когда у нас с тобой мы будем жить вместе, когда мы будем с тобой просыпаться с утра, обниматься, целоваться. То есть вот как-то это нужно заворачивать в такой некий романтизм. Но ты ей вкладываешь в голову то, что ты нормальный мужик, ты собираешься не просто как додик бегать за ней какое-то время и ничего с ней не делать, потому что уж точно не она будет проявлять инициативу. Ты собираешься с ней сближаться. И это тоже нужно тонко ей показать с помощью слов и с помощью рук, с помощью действий. И вот четыре вещи, о которых я хотел тебе сказать, которые принципиально важны на свиданиях. Если ты не будешь этого делать или будешь это делать неправильно, не будешь учитывать эти моменты, то у тебя есть большой риск того, что девушка на второе свидание просто не придет, либо же она запишет тебя в друзья, и потом оттуда надо будет суметь выбраться. Обо всем этом более подробно я расскажу в своем онлайн интенсиве, в блоке, посвященном теме свиданий, а также в других блоках, которые ты там найдешь. Все подробности здесь под этим видео. Записывайся. Если нет возможности проходить вживую, ты получишь запись, либо какой-то отдельный модуль, стоимость просто буквально благотворительная, чтобы каждый мог себе это позволить. Либо же полностью все модули, они придут тебе в записи, ты можешь участвовать напрямую, задавать мне вопросы. То есть будет очень круто и самое главное полезно. Это знания, которые сейчас я готов передать тебе. Увидимся.